Территория была объявлена заповедной в 1924 году. На опыт сохранения уникальной природы этих мест своими корнями уходит к Великокняжеской Кубанской охоте, организованной в 1886 году. Изначально заповедник назывался Зубровым. Его основатель Христофор Шапошников возражал против слова «зубровы», считая, что это приведет к быстрому истреблению зубров бандитами, браконьерами и прочими лицами, которым заповедник не выгоден. В целом же задачей заповедника стало сохранение для научно-исследовательских целей в горах Западного Кавказа, горных лесов и альпийской полосы с населяющими их редкими животными и растениями. За свою историю заповедник 9 раз менял ведомственное подчинение. В 1979 году Кавказский государственный природный заповедник получил статус биосферного и пополнил международную сеть биосферных резерватов. В декабре 1999 года Кавказский биосферный заповедник был включен в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня он является самым крупным горно-лесным заповедником Европы и одним из старейших заповедников России. На экскурсию по ТИСС Амшитовой рощи приехали сотрудники заповедников со всей страны. Каждый хочет посмотреть, а как у меня, а как здесь, а как там. Вот я так работаю, а я вот посмотрю, а как вот здесь работают. Это тоже каждому интересно. Так что совмещается у нас праздник, скажем так, не просто праздник, а еще и обмен опытом.